Ну что, ребята, добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня продолжаем разговаривать о закрытии академических задолженностей, которые я закрывала в своем университете в сентябре. И это вторая часть, потому что видео получилось очень длинным, и я решила его никак не обрезать, а просто разделить на две части. Надеюсь, вторая часть вам тоже очень понравится, потому что во второй части я говорю про самый такой страшный для меня предмет, про социологию, как я ее закрыла и почему у меня теперь не будет красного диплома. Да, сильное видео. Надеюсь, вам понравится. Смотрите. В общем, подытожив, что хочу сказать. Когда я в сентябре возвращалась в университет, я думала, что я все это с легкостью закрою, потому что я всегда все закрывала, в принципе, когда бралась за это дело. Но болезнь, простуда моя, меня, конечно, сильно подкосила. Я много пропустила в плане опучения в университете и много дней пропустила, которые могла бы потратить на то, чтобы поработать над закрытием своих долгов. Но что поделать, здоровье дело такое, ты не можешь ручаться, что не простудишься, ногу не сломаешь, с лестницы не упадешь. Ты этого не можешь планировать. Я понимаю, что могла бы закрыть гораздо лучше вот это вот все свои предметы. То есть я могла бы по Востоку получить пятерку. Я могла бы получить пятерку по курсовой работе по России, потому что я в этих темах разбираюсь все-таки. И на пятерку тоже могу. То есть это четверка, это показатель не то чтобы моей линии какой-то, это показатель того, что нельзя пытаться сильно исправить прошлое. Такое философское немного понятие, но тем не менее. Если бы я это все сдавала вовремя, пятерки, это прямо, да, это мое было бы. И я бы с легкостью их получила. Но я пыталась исправить прошлое, попутно стараясь не накосячить в настоящем. Потому что, повторяю, сейчас все еще идет учеба, и надо как-то не запускать ее, вот этот учебный процесс не запускать, который сейчас длится, идет в пятом семестре. Вот. Совмещать эти два дела очень тяжело. И можно поплатиться здоровьем, серьезно. Я старалась о своем здоровье все-таки заботиться. Я и так пропустила зал, не ходила целых две или три недели в зал, потому что была простужена, само собой. Вот. Но я старалась хотя бы побольше спать, нормально питаться, а не забивать на себя и стараться натянуть оценки получше. В общем-то, меня эта ситуация, знаете, так научила кое-чему. Не надо жить прошлым. Не надо направлять все свои силы настоящего дня на то, чтобы исправить, идеально исправить прошлое. Понятное дело, надо было закрыть вот те задолженности, которые были. Вот. Но не стоило их максимально как-то натягивать, чтобы их закрыть на самую высокую оценку, чтобы в прошлом все было идеально. Потому что страдает от этого настоящее. Опять же, принцип Паретта, принцип равновесия. Ты не можешь вдруг из ниоткуда выделить ресурсов побольше на какую-то одну цель, не уменьшив этих ресурсов в другой области. Серьезно. Ты не можешь, допустим, на 20% работать лучше в одной области, не уменьшив на 20% свою работу в другой области. Это невозможно. Ты не можешь взять из ниоткуда эти ресурсы. Поэтому, получается, закрывая свои долги, закрывая прошлое, как-то пытаясь что-то исправить в прошлом, я беру от настоящего и не выкладываюсь в настоящем. Потом, когда я уже разберусь с прошлым, это настоящее тоже станет прошлым, и я опять буду закрывать его, опять буду брать ресурсы, чтобы закрыть прошлое. И в любом случае это всегда будет хуже. В любом случае. Ты всегда будешь догонять. Вот в чем у меня вот эта мысль проскочила, что я всегда буду догонять. Если я буду максимально в прошлом все свои силы как-то направлять, то есть закрывать все прошлое, я всегда буду догонять. И не смогу наслаждаться настоящим. Не смогу наслаждаться настоящим учебным процессом. Не смогу вот прям получать удовольствие от сегодняшнего дня, когда я хожу в университет, хожу на пары, делаю какие-то задания, готовлюсь к семинарам сегодняшнего дня. Если я буду всегда мыслями в прошлом, а как там надо лучше сделать курсовую работу, надо еще прислать задания по Востоку, чтобы была пятерка. Ладно, я потрачу еще неделю-две на это. Но в этих двух неделях я упускаю. И потом, когда там уже через полгода, я буду опять закрывать эти две недели. Короче, такая вот сумбурная немножко мысль. Но я надеюсь, вы понимаете, что не стоит максимально пытаться идеально все сделать в прошлом. Прошлое-прошлое. Проанализировать, максимально почистить хвосты, как возможно. Не стоит тянуть изо всех сил. Надо все-таки в настоящем жить. Иначе вы так и будете догонять. Иначе вы так и будете жить в прошлом. И упускать все в настоящем. И это была очень тяжелая мысль. Вот эта вот тройка по социологии, единственная тройка. Я понимаю, что если бы я в свое время как-то по-другому себя вела, то, ну, может быть, и не было бы тройки. А может быть, была. Я не знаю. Преподаватель-то тот же. Но я этого не могу исправить. И если я буду каждый раз возвращаться мыслями туда, то мое настоящее лучше от этого не станет. Вот еще какая мысль. Я думала пойти на Каписсию на самом-то деле. Я думала подготовить 30 вопросов, 31 вопрос по социологии. Идеально. Просто взять все учебники, прочитать всю литературу. Не которая, знаете, такая вот рекомендуемая. Прочитать труды Маркса все. Прочитать, не знаю, труды Паретта целиком. Прочитать работы Плеханова. Прочитать вообще вот все книги, которые были написаны именно социологами, то есть как первоисточники. И подготовиться к комиссии по социологии. Представляете, какая мысль? Это каждый день в течение вот двух-трех месяцев по несколько часов я должна буду тратить на подготовку к экзамену по социологии, где мне все равно снизят оценку на балл. Да, там будет возможность четверки. Будет возможность четверки. А может быть и нет. Может быть меня опять спросят то, чего я не знаю. И такое тоже может быть. Не стоит чувствовать себя Богом и говорить, что я знаю абсолютно все. Нет, всегда можно чего-то не знать. И всегда тебя могут об этом спросить. Это не показатель твоего уровня знания в принципе вообще. Это показатель твоего знания конкретно этого вопроса. Да, ты этого не знаешь. Но это не значит, что ты не знаешь совсем всего. Я не застрахована от того, что потратив еще два с половиной месяца каждодневных усилий, я не получу все ту же тройку. Понимаете? Ну, как бы я получу четверку, но на балл ниже и будет все равно тройка. А то и отчислят меня за то, чтобы я вообще не сдам. Такое тоже может быть. И будет страдать настоящий. То есть те несколько часов, которые я бы тратила на подготовку к комиссии по социологии, чтобы не получить тройку. И я эти несколько часов краду от настоящего. Я бы эти часы могла потратить на что-то более полезное. На занятия польским, на YouTube, на курсовую работу, на работу над дипломом, на тем, чтобы почитать, не знаю, книжку по истории стран Запада. У меня их несколько очень интересных. Короче, я бы крала это время у настоящего на то, чтобы улучшить какие-то показатели в прошлом. Понимаете мою мысль? И у меня действительно такая мысль была. Не буду скрывать. Она была. Но потом я проанализировала, посидела, попила чаечек в кофейне напротив университета и поняла, что нет. Поражение принимать тоже нужно. И да, я тройку считаю своим поражением. Я не так много говорю. Потому что этот вопрос, конечно, меня до сих пор цокает так внутри, знаете. Единственная тройка. Я, кстати, это преподаватели тоже сказала, что, знаете, вы у меня единственные по предмету, у кого тройка. Или ваш предмет единственный, у кого тройка. Короче, я уже не помню, как я дословно сформулировала. Но когда он уже не поставил тройку, я говорю, ну вот, теперь я вас запомню точно. Потому что единственная тройка. А он говорит, запомни, запомни. Боже мой, я действительно очень наглая, наверное. В общем-то, чай я свой допила уже совсем. И будем заканчивать это видео. Не судите строго, потому что это все было сказано опять-таки на эмоциях. Надеюсь, я никого не обидела. Единственная мысль, которую я хочу донести до вас, это то, что надо жить максимально в настоящем. Жить, учиться, не знаю, работать, заниматься какими-то вещами. А не пытаться постоянно оглядываться назад и переживать по поводу прошлого. Что я могла лучше. Я могла бы побольше посидеть, позаниматься, почитать. Я могу исправить. Вот не надо этого. Что было в прошлом? Было в прошлом. Потом проанализировали и все, забыли. И социология будет так же. Я о ней сейчас рассказываю просто потому, что я вам рассказываю ситуацию. Я не думаю об этом каждый день на самом деле. Уже сколько? Неделя прошла с тех пор, как я получила зачет по социологии. И я с тех пор особо-то не думаю. Только когда у меня спрашивают, ну как, сдала социология? Я говорю, сдала тройка. Только в этот момент я вспоминаю. И все. Как-то я не особо сильно пока почувствовала изменения в своей жизни, что там тройка. О, кстати, прикольный момент. Хотите, расскажу? Когда я получила тройку, я вернулась домой. Вот. И Денис, мой муж, говорит, ну наконец-таки нормальным человеком стало. Пойдем праздновать твою тройку. И серьезно, ребят, мы пошли праздновать мою тройку. Единственную тройку. Вот. И я никогда пятерки так не праздновала. Вот. Вообще никогда. Ну я в принципе не праздную оценки. Вот. А тут как бы мы пошли в одно место. Заказали там всего вкусного. Посидели, отдохнули. И меня действительно Денис поздравил с моей тройкой. Говорит, ну наконец-то ты теперь можешь расслабиться и учиться просто в удовольствие, а не для оценок. Понимаешь? Он мне так сказал. Вот. И я такая думаю, да действительно. Вот. Поэтому он меня, конечно, очень сильно так поддержал. Плюс меня поддержали очень сильно ребята, с которыми я учусь. Они вот просто всем подходили, желали мне удачи. И говорили, да не расстраивайся ты по поводу тройки. Тройка у него, у этого преподавателя. Да хорошо. Вот. И когда все так говорят, то действительно думаешь, да и ладно, собственно говоря. Поэтому спасибо большое за поддержку. Это действительно очень помогает, когда тебя поддерживают, они гнобят за твою тройку. Типа, ну как же так? Такая отличница. И вот тройка. Вот. Наверное, надо вспомнить, что у Гермиона тоже не все идеальные оценки были. Вот. Даже у Гермиона не все отличные сов были. Помните, по защите от темных искусств у нее было выше ожидаемо, но не превосходно или что там. Вот. Поэтому, ладно. Удовлетворительно так удовлетворительно. На этом я завершаю сегодняшнее видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Извините за то, что оно было таким долгим. И я с удовольствием почитаю, как у вас обстоят дела в университете или вообще в обычной жизни с закрытием каких-то долгов по учебе. Перешиваете ли вы сильно? Пытаетесь ли вы просто максимально сильно закрыть свои долги? Или думаете, ладно, закрою. Не буду об этом думать. Зато в настоящем постараюсь больше такого не допускать. Мне правда интересен ваш подход к закрытию вот таких вот задолженностей. Потому что для меня весь месяц, весь сентябрь эта тема была прямо очень актуальна, как и для многих, я думаю. Вот. На этом все. Увидимся с вами в следующих видео. И я вам расскажу кое-что очень-очень важное в следующем видео. Правда. А пока-пока. Живите в настоящем. И не переживайте о прошлом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...